Война 1812 года до сих пор вызывает много споров. Но как нам разобраться, насколько эти события были достоверны? Дело в том, что согласно официальной версии истории, принято считать, что Россия выиграла эту войну, освободив Европу от тирана Наполеона. Однако по какой-то причине Российская империя получила территории только на юге страны, где военных действий не велось. Чтобы прояснить эту ситуацию, я решил провести исследование карт этого периода. Все карты находятся в официальных библиотеках. Прежде чем перейти к картам, хочу остановиться на вопросе о том, есть ли какие-то доказательства того, что возможно события этой войны были не такими, как нам рассказывают учебники истории. И такие подтверждения есть. В 8-й бюллетене Великой Армии от 22 июля 1812 года есть надпись о том, что император Александр командовал Великой Армией. Написано следующее. В то время, пока Багратион бойко проводил время на пенсии, предотвращенный в своих проектах, отделенный и удаленный от Великой Армии, Великая Армия под командованием императора Александра ушла в двину. Согласно официальной истории, в списке полководцев Великой Армии не было другого императора Александра. Кроме Александра I, императора и самодержца Всероссийского, протектора Мальтийского ордена, великого князя Финляндского, царя Польского. Начну с карты, которую сочинил Вильбрехт и которая была выпущена в Санкт-Петербурге в 1794 году. Карта официальная и находится в Российской государственной библиотеке. Карта, в общем-то, отображает то, что соответствует официальной истории, если бы не один момент. Карта полностью написана в французском языке, хотя считается, что карты составлены для употребления юношества. Названия населенных пунктов латинскими буквами здесь написаны так, как их слышал иностранец. В заголовке карты написано следующее. Общий элементарный атлас империи всех русских разделен на два правительства с двумя дополнениями и провинцией Таурида. Эта работа основана на наблюдениях Академии Санкт-Петербурга. Интересно и весьма неожиданно здесь упоминание двух правительств. В целом карты здесь выглядят вполне обычно, если не учесть общую карту России, где вся западная Сибирь помечена темным цветом. И еще удивило обозначение города Гигантска на реке Лене. Следующая карта называется Карта Европы, посвященная Его Величеству Российскому императору Александру I. Выпущенная в Амстердаме в 1809 году. Крупными буквами написано «Россия в Европе». К юго-востоку от нее «Тартария независимая». К востоку «Россия в Азии». И вроде бы эта информация почти не противоречит официальной истории. Однако смущает то, что Россия почему-то разделена на две крупные области, разным цветом. Если внимательно приглядеться, западная часть, более темная на карте, подписана словом «Московия». А на территории восточной части есть надпись «Гранд Тартари», что можно перевести как «Большая Тартария». Более часто говорят «Великая Тартария». Почему же такое расхождение в названиях? Смею предположить, что либо карта показывает два периода, до войны 1812 года и после, либо крупные надписи нанесли позже. В правом нижнем углу почему-то разместили надпись «Граница Китайской империи». Чуть выше написано «Колывань». Еще одна карта 1811 года. Называется «Сибирь. Часть Китайской империи. Острова Японии». И действительно, на карте мы видим крупные надписи «Сибирь». На юге Китайская империя. Также нанесена «Татария независимая». Написано «Татария», а не «Тартария», как везде. На карте есть надписи областей менее крупных. Например, «Тобольск», «Колывань». Но здесь нет ни одного намека, что указанная территория принадлежала Российской империи. Следующая карта называется «Историческая и политическая карта, представляющая восточную часть Французской империи. Европейская Россия. Все подразделения Польши». Карта составлена в 1812 году. Здесь территория России разделена на две части. Россию и Московию. Также обозначены две столицы. Санкт-Петербург и Москва. В легенде к карте приведены города, которые принадлежали обоим государствам. Московия находилась между Днепром и Волгой. И Россия, расположенная за пределами Двины и Волги. Столицы государств написаны заглавными буквами. Следующая карта называется «Карта Европейской России. Земледельческие отхожие промыслы». Карта 19 века. К сожалению, точный год неизвестен. Зеленым цветом помечены территории, из которых уходят сельские рабочие. Оранжево-бежим цветом помечены территории, куда уходили рабочие. Миграция рабочих помечена стрелками. Предположение здесь можно высказать о том, что миграция происходила на освободившиеся территории. И еще одна карта называется «Карта Российской империи» с обозначением железных, шоссейных и почтовых дорог. Точный год карты также не указан, однако по количеству железных дорог можно предположить, что это середина 19 века. Однако территория Российской империи на тот момент обозначена четкой границей с зеленым цветом. И нигде не указано, что это европейская часть России. В заключение хочу сказать следующее. Конечно, существует множество карт начала 19 века, которые подтверждают официальную версию истории. Я же показал только те, которые противоречат этой версии. И все, что сказано в этом ролике является моим личным мнением, которое я никому не навязываю. Также я ни на что не претендую и ни к чему не призываю. Прошу отнестись к этому материалу с пониманием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова